МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Центры обслуживания студентов и сотрудников работают в карагандинских вузах. Сделано это для искоренения коррупции в сфере образования. Предварительные итоги работы центров подвели в Государственном университете. Более 50 предприятий Караганды представили более полутора тысяч вакансий на очередной ярмарке свободных рабочих мест. В этот раз место проведения ярмарки стал Пришахтинск. Нет бюрократическим барьером. В Караганде успешно функционирует Центр правоохранительных услуг. С начала года его посетило свыше полутора тысяч человек. Для искоренения коррупции в сфере образования Департамент по делам Госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области открыл в вузах региона Центры обслуживания обучающихся и сотрудников. С мая нынешнего года такой центр работает в Карагандинском государственном университете. Если раньше для получения различных услуг необходимо было проходить организационную цепочку и обивать пороги от обращения в деканат до запросов подразделения университета, то теперь в разы сократилось время получения необходимых справок и документов. С мая нынешнего года в Государственном университете имени Букетова работает Центр обслуживания обучающихся и студентов. Сейчас у нас 10 вузов, в семьи открыты центры обслуживания студентов. Здесь нет филиалов, их тоже в колледже обслуживаются. Поэтому для искорения дебютовой коррупции просто это уже необходимо сегодня открыть эти центры обслуживания. Особый акцент делается на государственные услуги как приоритетный и важный вид взаимодействия государства и общества. Форсированное внедрение электронных госуслуг – это краеугольный камень минимизации бытовой коррупции, заявляют в агентстве по делам госслужбы. Согласно официальным данным, по итогам прошлого года, введение электронных услуг позволило сократить бытовую коррупцию на две трети. Преимуществом центра обслуживания студентов является автоматизация всех государственных услуг, а также функциональных услуг, а также удобство для услугополучателей и комфортные условия именно в части приема и выдачи результатов по принципу одного окна, что в свою очередь исключает прямой контакт услугодателя с услугополучателем, что в свою очередь минимизирует коррупционные риски и исключает бытовую коррупцию. Центр открыли в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Студенты и сотрудники университета могут получить здесь десятки видов справок. Центр работает по принципу одного окна. Благодаря ему студенты существенно экономят время. Они могут получить справки и документы как в бумажном, так и в электронном формате. На данный момент центр оказывает 14 государственных услуг и 12 услуг университета. Это такие справки, как справки с места учебы, справки для предъявления военкомат, справки по месту требования, справки с места работы и так далее. На данный момент центрам выдано более 12 тысяч справок нашим центрам и оказано более 100 государственных услуг Карагандинского государственного университета имени Букетова. На встрече также было отмечено, что центр снабжен всем необходимым техническим оборудованием. Также на сайте университета создан портал «Электронный университет», который интегрирован с порталом электронного правительства. Этот фактор тоже исключает коррупционные риски. Сохранить историю казахского народа, популяризировать достижения нации. В новой статье главы государства «Семь граней Великой степи» рассказывается о ценностях казахской истории, главных отличиях от культур других стран. Общественные деятели Карагандинской области высказывают свое видение, идеи высказанных президентом. Для того, чтобы казахстанцы знали имена великих деятелей казахского народа, достижения людей, памятники истории и культуры, Нурсултан Азарбаев предлагает принять ряд предложений. Например, введение в школах историко-археологических секций, создание образовательного энциклопедического парка под названием «Великие имена Великой степи» с памятниками и скульптурами, написание книг и создание исторических справочников. И речь идет именно о модернизации исторического сознания казахстанцев. И здесь самое главное, он как бы дает новое направление на будущих исследованиях. Что касается сакральных мест, например, сейчас у нас в этом году открыты новые три заповедные, это самые государственные заповедные зоны, это что касается Сарайшек, Бузок и на Восточном Казахстане. Открыты вот три заповедные зоны. Здесь мы будем рассматривать, как бы даже рассматривать историю, не как просто историю, как бы сделать мировым брендом. Из них является наш тюльпан, наш Алма, это апорт Алматы. В последние десятилетия на территории Казахстана произведено большое количество археологических исследований. Открыто множество памятников культуры разных времен, в том числе и в Центральном Казахстане. Не меньшее внимание глава государства уделил развитию архивного дела. Здесь рассматривают также новый этап работы, постановка работы архивного дела во всем Казахстане до 2025 года, что касается цифровизации всего архивного дела. И также исследования новых источников по истории Казахстана за рубежом. Это касается России, Узбекистана, например, Близне-Дальне-Зарубежья. Чтобы сделать там необходимо привести новых источников по истории Казахстана. Нурсултан Назарбаев поручил уделить внимание самым маленьким казахстанцам, которые тоже должны изучать историю Родины. Для них нужно снимать высококачественные детские фильмы и мультики, которые будут формировать образ героев страны, рассказывать об известных мыслителях, правителях прошлых лет. Андрей Тен, Гульнур Жакен, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 50 предприятий Караганды представили более полутора тысяч вакансий на очередной ярмарке свободных рабочих мест. В этот раз место проведения ярмарки стал Октябрьский район города. Электромонтеры, слесари, токари, водители. Эти и многие другие специальности предлагают карагандинские предприятия и организации на очередной ярмарке свободных рабочих мест. Все вакансии предлагали порядка 60 организаций. В этот раз мероприятие провели в Пришахтинске. И для этого есть причина. На сегодняшний день, почему именно мы организовали здесь Пришахтинске, потому что здесь есть преобладающие большинство людей, которые не имеют рабочих мест, которые есть безработные. В этом году мы больше 800 человек обучили на разные специальности, начиная с токора, сантехника, слесара, электромонтера, бульдизериста, кондитера, швеи. Они сейчас находятся здесь, в этом зале. Многие сейчас находят, многие уже трудоустроились. Те, которые не трудоустроились, уже здесь находят свои необходимые специальности вакансии. Не первый раз в ярмарке вакансии принимают участие представители уголовно-исполнительной системы. Их главная задача – помочь с трудоустройством безработных должников по алиментам. Еще одна категория горожан, которой трудно найти работу – это бывшие заключенные и те, кто состоит на учете в службе пробации. Один из них – Александр Штефанец. Я с Юго-Востока, получается, благодаря службе пробации направился на ярмарку, нашел хорошую профессию, газ и энергии, получается. Думаю, строится неплохо, плохо получать, серьезно отнестись к работе. Всего предприятиями и организациями Караганды было предложено порядка полутора тысяч вакансий. В рамках мероприятия также была организована информационно-разъяснительная работа по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Специалисты давали консультации по направлениям молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы. В нынешнем году ярмарка свободных рабочих мест проводится уже в четвертый раз. Андрей Теноманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Нет бюрократическим барьером. В Караганде успешно функционирует Центр правоохранительных услуг. С начала года его посетило свыше полутора тысяч человек. Центр правоохранительных услуг полностью соответствует принципу одного окна. Обратившись сюда, карагандинцы могут получить бесплатную консультативную помощь от прокуроров, медиаторов, адвокатов и других специалистов. Создание микроклимата взаимопонимания, исключения бюрократии и административных барьеров являются основными задачами Центра. Центр правоохранительных услуг прокуратуры Карагандинской области открылся 3 января текущего года по адресу город Караганда, улица Можайская, 13А. Основной задачей Центра является оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам. Примечательно, что в Центре правоохранительных услуг горожанам готовы оказать помощь специалисты самых разных сфер. К примеру, ежедневно прием ведут психологи, которые консультируют посетителей, оказавшихся в трудных ситуациях. Сначала они попадают к прокурору, то есть уже прокурор видит, какая у человека проблема. Если он находится в таком возбужденном, тревожном, таком стрессовом состоянии, конечно, он не совсем может, допустим, продолжать и увидеть какую-то проблему, то здесь наша задача как психолога помочь ему успокоиться, чтобы он эмоционально пришел в состояние равновесия и уже дальше как-то смог объективно воспринимать свою проблему и принимать какую-то помощь. Потому что, как известно, что когда человек находится в стрессе, у него отключается уже разум и он больше на эмоциях. Поэтому мы находимся для того, чтобы помочь человеку справиться с его состоянием, не с проблемой. Центр правоохранительных услуг работает по принципу центров обслуживания населения. На ресепшене посетителей встречают приветливые операторы, а затем направляют их к нужным специалистам. С момента открытия центр доказал, что является важным инструментом повышения эффективности госорганов. Красноречивее об этом говорят цифры. Прокуроры провели прием более тысячи человек. Адвокаты оказали помощь 383 гражданам. Психологи приняли 30 человек. Центр правоохранительных услуг работает по будням с 9 до 18.30. Тохжан Лянов, Айдан Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде открылся торговый центр, а строй карагандинцев ждет широкий ассортимент стройматериалов, светотехники, обоев, дверей и многого другого. Создание уюта в доме не всегда требует много средств. Все необходимое, соответствующее вашему вкусу, можно найти в торговом центре «Астрой», расположенном в Майкудуке. Товары для ремонта и декора славятся качеством и доступными ценами. В строительном магазине «Астрой» большой ассортимент строительных материалов, более тысячи видов обоев на стен. Производство Украина, Россия, Бельгия. А также имеется у нас минус 10% скидки на все виды обоев. Приходя на наш магазин, вы обязательно приобретаете любой строительный материал на свой вкус. Вас ждет постоянное поступление нового товара. Приходите, ждем вас. Ни один посетитель не покинет торговый центр «Астрой» с пустыми руками. К примеру, здесь представлен широкий ассортимент модных обоев, которые помогут осуществить самые смелые дизайнерские решения. Немаловажными элементами интерьера являются двери. Это подтвердит и Валерия Волкова, которая решила сменить обстановку у себя дома и обратилась за помощью консультантам торгового центра. Ассортиментом Валерия осталась довольна. Пришла в магазин «Астрой» выбрать межкомнатные двери. Большой ассортимент, продавцы очень приветливые, приемлемые цены. Как бы все устраивает. Надеюсь, что-то подберу. Ну и не последний раз, не первый, не последний раз я сюда пришла. Если и вы хотите превратить свое семейное гнездышко в дом мечты с обложки журнала, поспешите в торговый центр «Астрой». Он расположен по адресу микрорайон «Голубые пруды», строение 19-6. Токжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Во втором домашнем матче хоккейный клуб «Сарарка» порадовал болельщиков обилием заброшенных шайб. И пускай соперник из Китая – аутсайдер нынешнего сезона, для черно-желтых сейчас каждое очко на вес золота. Для «Сарарки» игра началась удачно, и уже на четвертой минуте матча Максим Китцин переправил шайбу в ворота. Карагандинские хоккеисты продолжали остро атаковать, но соперник имел возможность сравнять счет, дважды играя в большинстве. Больше десяти минут пришлось ждать болельщикам вторую заброшенную шайбу. Артур Сарваров не оставил вратарю шансов и увеличил преимущество «Сарарки». А через несколько минут Артур оформил дубль. На первый перерыв команды ушли при счете 3-0 в пользу карагандинской дружины. В середине второго периода «Сарарка» получило большинство. Александр Борисевич забросил четвертую шайбу в ворота гостей. До перерыва соперники смогли отыграть одну шайбу. Кристофер Сето стал автором единственного гола команды из Поднебесной в этом матче. В середине заключительной 20-ти минутки Олег Ламако хлестким броском из-под защитника забросил шайбу, которая стала последней в матче. 5-1 – уверенная победа «Сарарки», которая позволила команде в завершающем матче первого круга войти в зону плей-офф. Ну, прежде всего, хочу поздравить свою команду с победой, болельщиков с победой. Ну, скажу так, по игре зачет пока идет, конечно, первый период. Проблемы мы видим, команда. Но при том, при всем, что ребята прислушиваются, стараются выполнять то, что мы от них требуем. Прошло, в принципе, мало времени. Но самое главное, что нет равнодушных, есть хорошая атмосфера в команде. Но, опять же, пока нас хватает на один период. Наши функциональные готовности, тренируемся. Сейчас будет пауза. Я четко понимаю, что надо подправить, что надо, как направить, как добавить тренируемся, функциональные готовности. Сегодня с 28 очками Сараарка поднялась на 15-е место в турнирной таблице. Следующий домашний матч карагандинская дружина проведет 30 ноября. Соперником станет хоккейный клуб «Химик» из российского Воскресенска. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Субтитры подогнал «Симон»